Девочка-пай И жизнь из телесны, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. И жизнь из телесны, и очистен ее от всяких скрепных, и спаси блажен души нашей. Анастасия из Москвы спрашивает, бывает ли духовная епитемья, в кавычках, священником за разглашение кому-либо исповеди, которое является все-таки таинством? То есть, вразумляет ли Господь, например, отнятие благодати? Жаловаться, конечно, никто на батюшку не собирается, но как-то может ли это пресечься? Конечно, бывает и в церкви юридически бывает, если священником разглашают. Но только важный момент сразу, это нужно доказать не просто так голословно. Обычно разбираются, все взвешивают, потом наказывают. Нельзя просто так наказывать любого по любой жалобе. А духовная мысль? Конечно, духовная, но это знаете, кто живет духовной жизнью, тот постоянно этим и живет, что каждое нарушение заповеди влечет за собой умоление благодати. Ну, это вот просто духовный закон. Не обязательно одной какой-то заповеди. Любую. Любой грех несет за собой умоление благодати, пустоту, такое состояние отдаленности от Бога, тяжести, печали. Это естественно. Людмила, я начала писать стихи в 58 лет. Но мне сказали, что писать стихи – это дар не от Бога, не от Господа, а от сатаны. Как мне реагировать на это? Мне иногда благоть хочется от вот этих православных, которые не просто все знают, но еще они с таким напором все знают. Семен Новый Богослов, гимны, какие красивые писал. Ну, что это, не от Бога, ну, вот эта вот категоричность, вот знаете, это вот лапма своего бумажка, сразу видно, вот извините меня, я вот свое мнение, слугу, частное скажу, для меня сразу видно, что это человек духовно нездоров. Вот он категорично, только так и больше никак, и он просто как танк идет и всех давит, кто с ним не согласен. Ну, что ж такое, у нас есть прекрасная духовная поэзия, у нас есть традиция духовных кантов церковных, которые были традиционны, на Руси пели не песни о любви, а душа же просит тоже пение. Как царь Давид, он же пел и на гуслях играл, и даже скакал. Вы не спорьте с этими людьми, просто отойдите в сторонку молча, потому что сейчас они вам вот одно что-то скажут, потом другое, вот эта их категоричность вас постоянно будет расстраивать. Другое дело, что, ну, вы не обольщаетесь, что вы начали в 58 лет стихи писать, и вам вдруг покажется, что это просто, ну, какие-то шедевры. Ну, тут тоже надо быть осторожным. Я думаю, может быть, открылся какой-то дар большой, но сильно не обольщайтесь. Поспокойнее относитесь к своему творчеству. Алексей, батюшка, как вы относитесь к исповеди, когда говорят о грехе не священнику, а Богу? Как учил Антоний Сурашский. Священник стоит рядом, свидетельствует и читает разрешительную молитву. Ну, я не пойму, чем это отличается, когда священник все равно стоит и все равно слушает. Ну, говорите Богу, священнику, но священник все равно присутствует. Если бы вы имели в виду, что священника нужно удалить, а вы подошли к иконочке и присоветовались, но вы же все равно пишете, что священник стоит и слушает, значит, он роль свидетеля все равно исполняет. Но я думаю, вот обратите внимание на евангельские слова, как Господь сказал ученикам. Смотрите, как вы, апостолы, «Я даю вам власть вязать и решить». Но это не я сказал, это Господь сказал эти слова. Но они же что-то значат. Он же не сказал в Евангелии, «Я даю вам власть свидетельствовать или присутствовать». Это есть в духовной жизни. Но смотрите, Господь идет дальше и больше говорит. «Я даю вам власть вязать и решить». Это не значит, что Господь становится пленником священнического сумасбродства. Но отчасти Он действительно дает такую власть. Знаете, вот в книге «Несвятые святые» там, может быть, или в другой книге, я не помню, описывается случай, как гаишник остановил священника, который нарушил правила. И там священник говорит, «Ну да, вот вам вы можете наказывать, а мы можем прощать». И представитель милиции говорит, «Не мы наказываем, а закон, и не вы прощаете, а Бог». И там как бы вот эта ситуация подана вот, вот так категорично, вот действительно так и есть. Но все-таки, ну куда мы денем слова Господа, «Я даю вам власть вязать и решить». Все-таки в какой-то мере, в какой-то мере, потому что в полной, наверное, будет опять же категорично говорить, но в какой-то мере все-таки это присутствует в Церкви. Сергей Мурманск, 56-е правило святых апостолов. Что есть? Ой, мне уже страшно. Я как на экзамен сразу попадаю. Арсений. Не, ну давай, ты читай. Да, что есть, 56-е правило святых апостолов, что есть досаждение пресвитеру или диагону? Зачеты или не зачеты? Точно как в семинарии, я сейчас на экзамен. Я не знаю, этот вопрос можно и упростить, да, ну, до предела. И усложнить можно до предела, да? Досаждение священника. Ну, не обижайте священников. Не обижайте там, не сплетничайте про них, потому что они действительно все люди, у каждого из них есть свои какие-то страсти, грехи. Но вы это имеете в виду, но не преследуете их там, не разговаривайте про них. Как Господь говорит в Евангелии, вот про этих ветхозаветных священников. То, что говорят, делайте. Дела не всегда подражаете, потому что не всегда дела идеальны. И это я сейчас как бы так, ну, не скромничаю, говорю, там, не перекладывая на кого-то там, на отца Игоря, на отца Анатолия, на отца Иоанна. Все священники, все священники имеют свои грехи. Так же, как и все люди. Все люди, грехи которых священники должны покрывать и отпускать. Знаете, была такая история, когда священника грешного, действительно грешного судили, который наделал столько грехов. И вот все единогласно согласились на осуждение этого священника, на какие-то карательные меры. А один человек молчит. Он говорит, а ты-то еще молчишь. Он говорит, да он столько грехов нам отпустил. Неужели мы ему не отпустим? Спасибо. Давай дальше. Арсений, есть мнение, что только полное погружение в воду является настоящим крещением. И что кого крестили неполным погружением, они как бы и не крещены. Что таких святитель Лука Крымский перекрещивал. Есть ссылка на его письмо об этом. Что вы думаете? Ой, я вам ничего не могу сказать, потому что я в таком случае не крещеный. Ну, в советское время так крестили, но это была данность. Ну, очень редко где крестили в полном погружении. Есть как бы идеал. Да, идеально крестить погружение. Но бывает, на всякий идеал есть исключения. Есть даже в Требнике чин краткого крещения в связи со скорой смертью крещаемого. Вот он уже умирает. И ты его крестишь, не вычитывая полный чин. Это исключение. Исключение, которое... Ну, церковь входит в это исключение, в ситуацию. Есть чин погружения, которое, в виде отсутствия здесь рядом священника, и с угрозой для жизни может совершить мирянин. Я не говорю, что полное погружение не нужно. Это замечательно. И когда я стал священником, мне духовник запретил обливанием крестить. И я всегда крестил только погружением. Даже была такая ситуация, ну, просто в тюрьме нужно было покрестить. А там столько вот этих... 20 метров решетка, 20 метров решетка, 20 метров решетка. Я, наверное, всю тюрьму напряг тогда, когда тащил с собой вот этот бак большой, железный, для полного погружения. Но с другой стороны, иногда... Вот, например, в той тюрьме у меня это получилось. В черном дельфине, где пожизненные сидят, там просто мне это было нереально. Ну, а крестить нужно. Ну, я крестил и вливание. Я вот на каждый вопрос одно и то же отвечаю. Когда вот эта железобетонность, только так и больше никак. Вот такое состояние должно быть относительно догмата в церкви. А в какой-то канонической, традиционной части церковь иногда пользуется принципом экономии, то есть снисхождение ради ситуации. У нас, наверное, всех крестили когда-то обливанием, да. Кто в советское время крестился. Если у кого-то был вопрос, нам все когда-то ответили, не нужно второй раз креститься. И вследствие с этим, наверное, мне не нужно второй раз рукополагаться. Людмила, после смерти духовного отца много лет была без духовника. Наконец нашла. И верю, что его мне Бог послал. Но в какой-то момент стало ясно, что на многие проблемы жизни мы смотрим по-разному. Мне трудно менять взгляды. Да и нужно ли это? Стараюсь обходить острые вопросы, но чувствую, что в этом неправильность. Как быть? Пусть он покается. Знаете, в таких случаях лучше мирно отойдите. Во-первых, не ссорьтесь с духовником. Но это очень важно. Но если он не ваш. Ну, идите мирно и дальше. Ну, не рассказывайте всем, не осуждайте его. Вот это уже хамство. Ну, просто мирно отошли. Тут греха нет. Единственное, что тут может быть не греха, если дело было в вас, то вот эта проблема с вами пойдет по жизни. К другому, к духовнику, к третьему, к четвертому. Если была проблема в вас. Бывает проблема в нем. В таком случае мирно вы идите. Ни с кем не обсуждаете. Потом со стороны не лейте на него грязь. Он был вашим духовником какое-то время. Бывают средние ситуации. Ну, когда просто тоже вы идите тихо, мирно. Ой, знаете, у меня в жизни был случай, когда ко мне священник, знакомый, друг, подошел вот с такими квадратными глазами. Знаешь, я был в послушании на духовника много лет. А вот сейчас вскрылась, оказывается, он совсем не тот человек. Ну и объективные там действительно причины были. Даже при объективных причинах. Я ему тогда сказал, слушай, ну, ты прими эту ситуацию, что твой отец заболел. Ну, вот он был твой отец и заболел. Ну, прими хотя бы так. Не воюй против него. Давай дальше. Елена, батюшка, вы бы посоветовали читать или слушать Александра Мения? Я не знаю. Я не читал и не слушал Александра Мения. Поэтому я не могу ничего сказать. Я не знаю его творчества. Елена Аренбург. Правильно ли отдавать билетик контролеру при выходе из общественного транспорта? Тем самым я ее провоцирую и государство обкрадываю. Но жалко. У них зарплата маленькая. Вот у некоторых людей не будет проблем, и они найдут себе их. Вот они... Это какое-то состояние души. Искать себе проблемы. Кто-то вышел и даже вообще не подумал, чего, как. А кто-то вот на каждый шаг у него вот этот обостренный взгляд. И у него он становится очень сложным, и он становится все таким спазмированным. У него постоянно проблемы. Пусть ваш ум будет занят чем-то хорошим, чтобы вы не отвлекались на какую-то ерунду. Вот есть вот в какой-то части православных, популярных ходят книги, в которых написано полтора миллиона грехов. Там, если почитать, знаете, кто-то будет улыбаться, а вот лично я, вот мне плакать хочется. Люди заняты, настолько заняты грехами, там Христу просто места нет. Ну, все пространство, как молодежь говорит, все файлы, забитые вот этими полутора миллионам грехов, они вот не комара отцеживают, а комариный хоботок отцеживают. А верблюда поглощают в это самое время. Потому что они настолько заняты вот этим отслеживанием грехов, вдруг кто-то вторгся вот в их пространство вот этого максимального сосредоточения, и сразу такой рыбков слышит. Тут комара отцеживают, верблюда поглощают. Дальше. Говорят, что нужно поверить не только в Бога, но и в себя. А как это, поверить в себя? Знаете, теоретическая вера очень ненадежна. Вера должна подкрепляться опытом. Чтобы поверить в себя, нужно хоть раз победить с помощью Божьей, конечно, но и своим, и сердцем. Ну, хоть разок победить грех. И у вас появился маленький-маленький опыт. И вы немножко начинаете верить в то, что вам с помощью Божьей возможно духовная жизнь и духовная победа. Все святые имели эту веру, но она укреплялась опытом, опытом. Когда сначала кажется, что вот эта высота для тебя невозможна, А когда ты, надеясь на Бога, постоянно взывая ко Христу, трудишься и трудишься, и трудишься, через какое-то время ты облядываешься на эту высоту уже через плечо, она у тебя осталась там сзади, и она, оказывается, не такая уж и высота, а реальность, которую ты прошел. Вот в этом смысле нужно поверить в себя. Не в себя лично, а в то, что в сотворчестве с Богом, с благодатью Божьей для тебя возможно. Иначе Бог даже ничего не сможет сделать. Татьяна, Санкт-Петербург. Когда нападает лень исполнять правила Иисусовой молитвы, как успеть дать себе пинок, прежде чем лень одолеет? Знаете, я вам посоветую не контролировать ситуацию, когда дать пинок. А я посоветую вам отпустить ситуацию и делать все, как ни в чем не бывало. Когда вы даете проблему значимость, она становится действительно значимой, и она становится сильнее вас. Не рассуждайте, старайтесь не рассуждать, не уговаривать себя, не настраивать, а просто как ни в чем не бывало, мягко, без рассуждения, начинайте делать. Вот когда вы входите в конфликт, вот в этот спор, вы уже в состоянии, в отношении с этим. Избегайте. Не настраивайтесь долго. Вот как говорят, кто на крещение в прорубь ходил, чем больше ты настраиваешься, тем меньше шансов, что ты туда войдешь. И еще не нужно напрягаться, будет очень тяжело купаться. Расслабьтесь. Расслабьтесь и выключите голову, и идите, как ни в чем не бывало. Так же на любой духовный кодек. Выключите вот эту голову, не настраивайтесь. И делайте, как ни в чем не бывало, мягко. Наталья из Ахтюбинска. Благодарю Господа, Отца Сергия, Матушку Ксению и с сестрами, за духовную щедрость, любовь, которой вы с нами делитесь. Многому научилась, приобрела правила Иисусовой молитвы. Что порекомендуете паломникам? Как дома сохранить благодать, полученную здесь? Чем удерживать правила Иисусовой молитвы? В миру условия другие. Ой, знаете, я всегда вот боюсь, думаю, сегодня не сделаю, завтра будет в два раза тяжелее. А если я два раза попущу, потом еще тяжелее. Душа расслабляется. Это, знаете, как похоже на маховик, который, если вы раскрутили, он уже какой-то инерции вас толкает и толкает. Если, не дай Бог, по нерадению вы его остановили, потом придется толкать с мертвой точки. Поэтому бойтесь остыть, бойтесь остановиться. Тяжело будет потом начинать снова. Это вам весь путь нужно будет пройти опять. А это, ну, у вас уже опыт, что этот путь тяжелый, длинный, нудный. Поэтому бойтесь снова откатиться туда, назад. Пусть этот страх вас держит. Ирина, мне 19 лет. Хочу посвятить свою жизнь к улучшению навыков выбранной деятельности. Хочу стать совершенным. Думаю пойти не по пути семьянина и не по пути монашества. Думаю, все это будет отнимать и силу, и энергию. В Бога верю. И хочу потом через свою профессию помогать людям. Что вы, батюшка, об этом думаете? Я не думаю, я знаю просто из своего опыта. Что смысл жизни человеческой Не стать положительным человеком и не сделать много добрых дел. Такой смысл может входить и в жизнь человека совершенно неверующего. Смысл нашей христианской жизни не в доброделании, как таковом. Это присутствует. Смысл нашей жизни в соединении с Богом, в обожении. Каждый свою меру, конечно, у кого, насколько получится. Потому что Бог совершенствует. И если вне Бога мы ищем совершенство, оно с нами умрет. Вот будете лежать на белой простынке, дай Бог, чтобы еще старушкой, а может быть еще и в среднем возрасте, и будете отчетливо понимать, что все это ваш последний день, это ваш последний час, а вот последняя минута. Поверьте мне, но я не доказываю, поверьте, просто вам, ваша музыка, или живопись, или наука настолько на второй, на третий план улетят. Все это должно присутствовать в жизни человека. И Господь это благословляет. Но это не может стать на главное место. Ну, там просто ему места нет. Ну, придите домой, откройте Библию, перечитайте еще раз царя Соломона, его последнее произведение, Экклезиаста. Он испытал все, и греховные страсти, и добродетели, и мудрость, и в конце жизни сказал очень, очень убедительно, из своего личного опыта, все это суета, когда это вне Бога. Ну, суета просто. Мне когда-то задали вопрос, знаете, отец Сергий, ты столько понаделал в своей жизни, и храмы строил, и расписывал, книги писал, в театре строил, и кино снимал, с бездомными занимался, в тюрьмах 25 лет был, детям-инвалидам помогал. Вот, а ты удовлетворен? Я вот искренне еще раз повторю, вот без всякого театра. Нет. Все это вне Бога, все это красивая суета, красивая, благородная, но суета, потому что, ну, все это вот прошло, и все это кончилось. Вчера ты тешился тщеславием, что чего-то достиг, сегодня прошло, и все, пустота. Последние слова экклезиаста, самые главные в этом произведении. И так живи, Бога бойся. Вот через Бога все, 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 вот это и приобретает ценность. Нет, все рассыпается. сходите в онкологию, спросите, какие у них планы на жизнь. Кроме здоровья их вообще ничего не занимает. У них нет просто никаких планов. все пространство занято выздороветь и жить еще. А согласен ты жить и работать уборщиком. Согласен, согласен, только жить. А согласен, что мы тебе сейчас ногу отрежем и писать с одной ногой. Согласен, я буду прыгать на одной, я согласен. И что ты не будешь директором завода. Согласен. Я на все согласен. Только выздороветь и жить. Вот о тему смерти все наши ценности просто разбиваются. О тему смерти. А выше смерти только Бог, потому что Он жизнь. Он дал этому миру жизнь. Жизнь в нем. Вне него жизни нет. Человек может прожить 150 лет. Да пусть он как Ной проживет там 900 лет. Но он все равно умрет. И все равно его все жизненные ценности разбиваются о эту крайнюю точку его жизни, о смерти. Надежда, если рядом люди ругаются матом, как правильно реагировать? Можно сделать замечание? Лишь бы в глаз вам они не дали. Ну, каждая ситуация ситуация. Вы чувствуете ситуацию. Где вас послушают и может быть даже извинятся, но сделайте замечание. Ну, сделайте так. Именно так, чтобы вам глаз не дали. Ну, бывают ситуации, когда вы чувствуете, что там бесполезность. Ну, стоит там пьяный, все крушит. Там, не дай Бог, сейчас убьет кого-нибудь, а вы ему говорите, не материтесь, пожалуйста. там, не убейте, не убейте, никого. Нельзя мыслить шаблонами, будьте мудрее. священник. Священник служил в домовом храме. Там у нас была община, организация праздников и так далее. Пришлось уйти из-за титра храма. Теперь, батюшка, клирик в соборе, который принадлежит музею, и открыт только во время литургии вечерней. Остальное музейное время. Продолжение общинной активности нет. Может, я не права, как пройти этот период? Ой, но бывают ситуации, которые мы можем изменить, а которые нам приходится предпринять как данность. Но в этой ситуации, когда посмотрите тот максимум, который вам возможен, видите, так, но не получится идеал, ну хотя бы что-то использовать. Все-таки, я же буду говорить, все-таки литургия вечерняя разрешает служить. Не вашей власти закрыть музей и открыть храм. Но тогда в этом случае вашей власти не искушаться, а делать лучшее дело. Потому что вы тратите время на эти мысли и искушения и отнимаете время от реальных дел. Дальше. Еще есть там? Да. Да. Батюшка, насколько важно существование общин при храмах? Я скажу другое. Я думаю, что очень важно, чтобы община родилась сама, а не искусственно ее создавали по распорядку. Иначе это будет опять какая-то организация мертворожденная. если есть предпосылки для рождения хорошей, здоровой общины, жизнеспособной, она сама родится. И вопросов не надо задавать. Лишь бы она была здоровая, а не просто какая-то организация, которая за себя и против всех. Валентина, можно подавать на проскомедию о упокоении, если при замужестве приняла ислам, так же формально, как и формально быть православным по множеству крещенных, крещена в детстве? Слушайте, не лукавьте, Ну, как формально? ее чурсыпили и сонную перевели в ислам? Самый главный момент перехода или не перехода это да. Вот все остальное это формально. А вот это да, оно неформально. Это самое-самое главное. Потом не важно, как тебя, ну, не столь важно, как тебя крестили погружением или обливанием, ты сказал Христу да. все, это уже фундамент положен. Или ты сказал Христу нет. Какая разница, как тебя переводили, каким чином, в какую там часть ты сказал Христу нет. Ради мужа пошла мусульманство. Это твой выбор, его даже Бог не может нарушить. Ни епископ, ни священник, даже Бог не воюет против твоего выбора. Это твой выбор, ты сказал да. А туда, где ты был, ты сказал нет. Все, нельзя, дома молитесь. Марина, Франция. Муж не верующий, держим гостиницу, приходится работать в воскресенье, смущаюсь, но он меня не слышит, если откажусь, скандал не минуем, что посоветуете? Ой, у нас в воскресенье скорая помощь работает, милиция работает, пожарники работают, и гостиница работает, но у вас не получится гостиницу в воскресенье закрыть, ну как-то ласково просите его, чтобы он два часика вам разрешил с утра сбегать в храм в воскресенье, а дальше работайте, уговаривайте его, не спорьте, а уговаривайте, он согласится. Накормите его перед этим хорошо, потом уговаривайте. Батюшка, с днем памяти вашего духовного отца в Сафроне Сахарова. Расскажите что-нибудь о нем, пожалуйста. ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Только благоговейно молчать. Где находится духовное сердце? И какое значение имеет в духовной жизни? Какое значение имеет сердце для жизни? Останови сердце, и ты умер. То же самое духовное сердце. Оно останавливается, и мы на духовном уровне, еще физиологически, мы живем, передвигаемся, моргаем глазами, пищу принимаем. Симеон Новый Богослов такие страшные слова сказал. Многие люди физиологически еще живы, но духовно уже мертвы. Они живут на таком скотском уровне. Жил, ел, спал, размножался, умер. Все. А духовная жизнь, она в другом формате происходит. Физиологическое сердце, пока стучит, человек живет. Духовное сердце, пока стучит, человек духовно живет. Душа его живет. Человеческое сердце имеет нужду в питании. Кровь несет к сердцу кислород, все микроэлементы. Духовное сердце живет, как все святые отцы говорят, и как так и есть. Оно живет молитвой. Останови молитву. Заглухает, умирает. И потом человек даже не верит, что есть душа, что есть духовная жизнь, потому что он этого просто, для него это не существует, у него это умерло. Нет, просто нет. В области сердца и духовное сердце находятся. Духовника нет. Это говорит о том, что неправильный путь, недостоинство, отсутствие духовного роста или все же возможно жить и без того, кто направляет. Но если человек не советуется, значит, это уже диагноз. А если он советуется, он ищет, с кем посоветоваться. Да, пусть это вы не нашли пока духовника, вот в полной мере. Но вы, если не ищете даже с кем посоветоваться, это уже нездоровое духовное состояние. Все, что ли? Нет, ничего. Елена, батюшка, как самочувствие после прививки? А то многие сомневаются делать ли прививку или уволиться с работы и умереть с голода. Я умер. Ой, Господи, помилуй. Я хочу кого-то огорчить, кого-то обрадовать. Я на этой неделе не сделал прививку. Почему? Я пошел делать прививку. Перед прививкой делают анализ. Мне сделали анализ и сказали, Отец Серки, у вас очень большой уровень антител. Вам прививку делать не рекомендована. Я ее не сделал, но не потому, что у меня что-то изменилось. У меня ничего не изменилось. Просто ситуация изменилась. Очень большой уровень антител вам пока не рекомендована. Вот как они у вас упадут, приходите, и я приду. Вот если бы мы так были озабочены исканием Христа. Ох, если бы у нас вот такая озабоченность была. Сейчас вот те люди, которые настолько озабочены, пересылают себе что-то. Смэйся. Смотрят где-то в интернете, копаются. Если бы у нас такая энергия, вот эту атомную энергию направить в сторону Христа. Нас всех можно было бы канонизировать сразу. Ну такая мощь. Если бы мы ее направили на поклоны, на добрые дела, на аскетику. Это просто атомная энергия. Атомная энергия, которую кто-то берет и направляет вот туда, куда надо. Посмотрите, это... Вот молодежь иногда говорит, это мое личное дело. Они так это безапелляционно говорят, это мое личное дело. А я иногда молодежи отвечаю, да не может быть это твоим личным делом. Если папа с мамой не спят, если у мамы инфаркт от того, что ты по своему личному делу гуляешь или не гуляешь, куришь или бьешь, это уже не твое личное дело. Братья и сестры на тебя смотрят, это уже не твое личное дело. Ты живешь в обществе и доставляешь обществу дискомфорт. Это уже не твое личное дело. И даже относительно Бога это не твое личное дело. Если ты грехами своими расстраиваешь Бога и заставляешь Его опять идти на крест, ну какое же это твое личное дело? Это твое личное дело, например, прививаться или не прививаться. Вот здесь твое личное заканчивается. А если ты эсэмэсишь всему приходу какую-то информацию и весь приход свозишь с ума, это уже не твое личное дело. А если ты посылаешь эсэмэски, патриарх проявился, он уже не наш. Он собрался куда-то на своей яхте уехать. Это уже не твое личное дело, это даже уже не дело прихода, это уже дело всей церкви. Ты вносишь смуту в целую церковь. Внутри монастыря живет, например, 60 хороших монахов, хороших, которые вчера, пока не было момента истины, были хорошие, а сегодня пришло искушение, и вдруг 30 из них официально выходят из подчинения игумена, хорошего игумена, не еретика. Это их личное дело? Да нет, это дело их монастыря, родного монастыря, который они или рушат, или крепят. Это не личное дело. Поэтому никто не запрещает делать или не делать. Не в этом суть. Это ваше личное дело. Так вот, начинается не личное дело, когда вы распространяете это мнение навязчиво, вот однозначно, на всех членов церкви. Это уже не личное дело. И посмотрите, ваше вот это якобы личное дело созидает церковь или разваливает ее. Вы простите, что я так эмоционально говорю, но я всегда, я, нет, я всегда неравнодушен был к церкви. Вот я был свидетелем, когда еще патриарх Алексей был живой. У нас тут в Ворске один приход был вот заражен вот этим противлением, туда и прививок не было. У них другая тема была, паспорта и ненны. Патриарх не наш. И они очень почитали Николая II. Я как-то служил у них на престольный праздник в честь царя Николая. И когда говорил, пробуете, я говорю, поднимите историю. Историю, его трагическую историю. Что с ним сделали? Убили его, это была последняя точка. А с чего начали? Начали с того, что начали очернять его имя. Используя те технологии, которые были доступны в то время. Листовки, газеты, перешептывания, тайные собрания. Николай II не наш император. Он продался немцам, он их защищает. Он там вот это. И самое главное, что бездоказательные факты люди русские просто проглатывали. Они не требовали доказаний, доказательств. Им говорили, ваш царь вот такой. А они в ответ не говорили, где доказательства. Они просто это проглатывали. И когда-то критическая масса вот этого отрицательного отношения к императору достигла своего апогея, страна смела своего же царя, которого теперь мы знаем как святого. И тогда вот на этой проповеди, в этом приходе, который и так почитали царя, я говорю, посмотрите, что вы сейчас делаете с патриархом Алексеем. Вы так же при него клевещете, осуждаете, распускаете небылицы, все это проглатываете. Теперь уже патриарха Алексея нет сколько лет. Теперь эти же самые люди говорят, а он был хороший. Теперь вот этот плохой. Да все плохие. И вы плохие, и мы плохие. Дело не в том. Зерно в том, что если вот эти все плохие люди соберутся и мобилизуются на единство в хорошем, тогда мы выстоим. Если они мобилизуются на единство в плохом, антихриста не надо. Мы сами разрушим сами себя. Конца света не надо. Мы его сами ускорим. Но знаете, с другой стороны, может быть, вот эти времена, когда наступает момент истины, они нужны. Господь попускает какие-то времена сложные, даже времена войны, когда каждый проявляется, что у него внутри. Вот в мирное время все вот в такой серой массе. Наступил момент истины, времена критические, сложные, серьезные. И каждый выстрелил кто куда. Кто-то за родину погиб, а кто-то в плен сдался. У него было это потенциально внутри, но это было не видно. А когда наступила война, сразу кто-кто есть кто, сразу стало видно. Поэтому, может быть, и сегодняшнее время оно показывает духовность. Духовность. Если монахи целого монастыря идут в конфронтацию с игуменом, с хорошим игуменом, это значит, это их духовность. Это качество их духовности, которое раньше не обострялось, а сегодня вот оно вылезло. Хорошо. Много еще? Нет. Кого бы еще разгромить? Нет. Нона, здравствуйте. Как может быть духовным отцом тот, с кем ты лично не был знаком и не можешь с ним посоветоваться? Любой верующий может выбрать себе духовника любого святого тогда? Ой, я не знаю, что это. Это, наверное, про старца с отцом. Это ответ на. То я, если вы относитесь на меня, я просто старцу не оставил вариантов. Я просто влез к нему и все. А дальше? Есть ли в вашем монастыре сестры-аскеты? Избавля Бога. Пусть лучше будут обыкновенные, но послушные и скромные. Обычно вот аскеты бывают такие самовлюбленные. Аскетизм, самый главный аскетизм в самоотречении. Не в поклонах, не в длинности молитвы, не в постах. Самый главный аскетизм – это самоотречение, это соль аскетизма. Если эта еда не приправлена солью, ее выбросить, как Господь говорит, на попрание к свиньям. Самоотречение, послушание – это соль аскетизма. Если этого нет, избави Бог от аскетизма. Не надо нам. Не надо? Нет, сейчас пойдем и наедимся. Шоколадная каша. Кашка? Шоколадная каша. Шоколадная каша. Шоколадная каша. Завтра мороженое будет. Да? Можно. Можно ли православному? Можно ли православному? Можно. Кто еще? Можно. Кто за кого-то знает. Бойся Бога и все можно. Если ты Бога боишься. Не наказание, а расстроить. И тогда тебе все можно. Шоколадная каша. Просто тут такой вопрос, мне сразу, а зачем? Можно ли православному практиковать традиционную китайскую медицину? А, практиковать традиционную китайскую медицину. Я думаю, знаете, медицина как наука, она вне формата религиозности. Это наука больше физиологическая. И если люди, какие-то папуасы на острове Пасхи, подметили, что вот эта трава помогает им от эсжоги. Да ради Бога. Ну и я ее возьму и скушу. Или наши там эскимосы. У них есть опыт каких-то средств, которые помогают. Да ради Бога. Но у них есть еще опыт, например, у наших эскимосов, шаманства и включения наряду с этими травами еще каких-то шаманских ритуалов. Вот здесь стол. Вот туда дальше я не пойду. Так же наверняка в китайской медицине, но есть просто опыт, многовековой опыт жизни. Другое дело, что вот надо иметь рассуждение, вот эту границу, не всегда, она иногда бывает размыта. Но иногда бывают очевидные вещи, да. Желчь медведя помогает от этого. Ну тут с религией никак не связано. Если эту желчь окурить каким-то ритуалом языческим, тут уже имеет место. Нужно разделять эти вещи. Дай Бог разума. Куда вмешивается духовность, там же будьте осторожнее. Где просто физиология, можно пользоваться. Массаж можно делать? Можно, если он не связан ни с какими практиками духовными. Ведь у нас есть официальные больницы массажисты, которые вообще не верующие. Ну там вообще с религией никак не связано. Все вопросы что-то? Кончились? Испугались они. Я сегодня так тут кричал. Ой, знаете, после прошлого воскресенья, когда я про прививку сказал, ох, сколько негатива пошло. Я даже девчатам сказал, девчат, стирайте. Для чего стирайте? Не того, что мы этого боимся. Мы не хотим засорять нашу страничку агрессии. Даже не информации, а агрессии. Потому что вот с той стороны пошла агрессия. Не просто несочувствие, нежелание как-то, а вот агрессия. И вот эта агрессия отличает, отличает козлись от овец. Дух Святой никогда так не действует с такой агрессией. Все, да? Слава Богу. Молоком написано. Еще все лизы там? Отработали мы сегодня на совесть всех расстраниночку. Теперь будем получать с той стороны. А вы, девчат, стирайте. Потому что я не собираюсь спорить с тем, кто хочет спорить. Да и даже, ну это бесполезно, только сам рассердишься. С тем, кто готов к диалогу, пожалуйста, мы поговорим. С тем, кто агрессивно хочет спорить, не надо, мы не будем отвечать на такие вопросы. С тем, кто хочет спорить. С тем, кто хочет спорить, не надо, мы будем отвечать на такие вопросы. С тем, кто хочет спорить, не надо, мы будем отвечать на такие вопросы. С тем, кто хочет спорить. С тем, кто хочет спорить, не надо, мы будем отвечать на такие вопросы. С тем, кто хочет спорить, не надо, мы будем отвечать на такие вопросы.